У кого-то микрофоны повключены. Итак, доброе утро, дамы и господа, приветствую всех. Мы начинаем нашу встречу. Светлана, ты соорганизатор, пожалуйста, следи за микрофонами и добавляй людей в комнату, когда делают запросы. Итак, и мы сейчас начинаем. Андрей, доброе утро. Меня тоже добавьте, соорганизатор не делайте, я тут буду помогать. Так, это кто говорит? Гульнара. Вчера вы меня делали с организатором. Да, 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 хорошо. Гульнара. Все есть. Хорошо, друзья. Итак, сейчас возвращаюсь к нашим слайдам. Сегодня у нас четверг, 28 сентября. Я надеюсь, что у нашего вышестоящего наставника Юрия Каспарова получится подключиться. Но, в любом случае, вчера он выходил на связь. Кто-то, может быть, успел подключиться. Вчера у него не было возможности толком пообщаться с руководством. Но будем надеяться, что сегодня будет больше новостей. И, соответственно, в любом случае, это хорошо, когда есть выход на руководство. Потому что много вопросов возникает именно по флиппме, по картам флиппме. Мы сегодня как раз тоже об этом подробно поговорим. Что они из себя представляют, чем они могут быть для вас полезны. Так, и сейчас я закрываю лишние окна, чтобы ничего нас не отвлекало. И поехали. Так, сейчас я включаю демонстрацию экрана. Демонстрация. Итак, да, друзья, в чате, пожалуйста, напишите, как меня видно, слышно. Все нормально с технической стороны. Юрий написал, Кубань и Белореченск приветствуют вас. И Кубань и Белореченску тоже привет. Так, и Лена написала, всем доброе утро. И вам тоже. Так, Светлана всем пожелала результативного дня. Да, будем работать над тем, чтобы день был действительно результативный. Ну, и я постараюсь для этого приложить все старания. Итак, что из себя представляет Ultron Foundation? То есть это один из самых быстрорастущих блокчейнов, а может быть и самый быстрорастущий. По крайней мере, за первый год своего существования он успел уже войти в десятку блокчейнов по объему привлеченных средств. И вот об этом мы поговорим. Но, конечно, всегда будем помнить, что работа с криптовалютой связана с определенным риском. То есть данная информация не является инвестиционным или финансовым советом. Ваша задача всесторонне изучить информацию, соответственно, проконсультироваться, если нужно, со специалистами, и уже принимать осознанное решение. Я всегда за то, чтобы каждый человек именно собирал по максимуму ту информацию, которая доступна. А сейчас, благодаря интернету, в общем-то, это вполне реально сделать. То есть мы не в изоляции живем. И, соответственно, на основании собранной информации уже решать, что делать дальше. Что мы наблюдаем в сегодняшнем мире в плане экономики? Ну, во-первых, во-первых, наверное, вы слышали в новостях, что закрылся швейцарский банк, по-моему, Credit Suisse, или как-то так он называется, который имел историю более 100 лет. То есть, получается, даже в тех странах, которые раньше считались благополучными и стабильными, в общем-то, не все так благополучно, как рассказывается. Более того, например, в финансовые власти США за три ковидных года влили в экономику денег больше, чем за предыдущие 200 лет. То есть это как раз показатель того, что финансовые власти не справляются со своими задачами, по сути, вливая в экономику миллиарды, триллионы ничем не обеспеченных долларов. А это приводит к инфляции, к обесцениванию денег, к росту цен. И население разных стран, можно сказать, на своих глазах, на своем кармане видят эту ситуацию. То есть затронуты практически все. И вот что же может явиться решением такой проблемы, именно, скажем, развития экономики в правильном русле. Ну, я и многие криптоэнтузиасты, мы считаем, что решением проблемы является децентрализация и система блокчейн. Есть хорошее русское выражение, что написано, пером не вырубишь топором. Так вот, к системе блокчейн это выражение прекрасно подходит. Можно сказать, даже на 200% подходит, потому что в системе блокчейн информация многократно дублируется, шифруется, благодаря чему, в общем-то, то, что написано в блокчейне, практически, ну, невозможно стереть или уничтожить. И это позволяет создавать очень надежные, децентрализованные системы, в которых информация хранится, может, ну, практически неограниченное время, скажем так. Плюс, те активы, которые создаются в системе блокчейн, имеют свойство очень неплохо вырастать в цене, и на этом можно зарабатывать. Есть люди, которые сделали на этом целые капиталы, мы об этом тоже сегодня поговорим, и поговорим, безусловно, о тех возможностях, которые и перед вами тоже открываются. Но на данный момент только 4% населения планеты является частью блокчейна. Почему так мало? Ну, потому что для многих людей криптовалюта остается чем-то таким загадочным, сложным, типа высшей математики. То есть, многим именно, многие не присоединяются, не подключаются к данной технологии в силу сложности. Но разработчики проекта Ultron Foundation, они поставили именно перед собой такую задачу, чтобы сделать данную технологию максимально простой, доступной, и если это удается сделать, то происходит массовое принятие. Ну, простой пример, допустим, смартфоны. Сейчас смартфоны есть практически, если не у всех, не у всего населения планеты, но в значительной части, у миллиардов людей. То есть, люди, миллиарды людей освоили такую штуку, как мобильная связь, смартфоны пользуются и понимают, насколько это удобно. Кто стоит за этим проектом? За этим стоит сильная команда разработчиков, более 40 человек, причем ранее они работали над такими успешными криптовалютными проектами, как Polygon, Solana, Polkadot, Hyperledger, Binance Smart Chain, Phantom и другие. До старта, до старта уже было вложено порядка 30 месяцев разработки в данный блокчейн. И на сегодняшний день это первый, единственный блокчейн первого уровня с собственной экосистемой. То есть, как правило, когда запускается блокчейн, а уже потом желающие, которым понравился данный блокчейн, создают какие-то приложения, экосистему, так вот именно разработчики Ultron позаботились об этом с самого начала. То есть, они не просто запустили блокчейн, а сразу же стали запускать именно приложения на данном блокчейне. То есть, по сути, создать сразу экосистему. Майннет, то есть, главная сеть, была запущена 1 июня 2022 года. Скоро у нас будет 1 октября 2023 года. То есть, по сути, этому блокчейну исполнится 16 месяцев. И, в общем-то, за прошедшие эти 16 месяцев было немало достигнуто. В частности, например, с левой стороны вы видите скриншот сервиса DeFi Lama. Это аналитический сервис, который, можно сказать, ранжирует, распределяет разные блокчейны по рейтингу. И Ultron умудрился недавно подняться на шестое место, даже на короткое время поднимался на пятое место в списке блокчейнов. То есть, что, можно сказать, серьезное достижение, потому что блокчейнов существует больше двух сотен, 214 именно монет, обладающих собственно блокчейном. И Ultron пошел в первую десятку, что, конечно, очень неплохое достижение. В центре экрана мы видим разные сервисы, сайты, на которых Ultron либо упоминается, либо он уже залистен, либо он фигурирует. Ну, допустим, здесь упоминаются кошельки Metamask и TrustWallet. То есть, прямо сейчас можно добавить блокчейн Ultron прямо на свой кошелек Metamask и TrustWallet. С правой стороны мы видим список бирж, на которых монеты Ultron торгуются. То есть, можно при желании пойти и эти монеты приобрести. Итак, в чем же состоит главная идея или, как говорят, главная фишка? Фишка состоит в том, чтобы именно создать целую экосистему, потому что разработчики Ultron они знают главный экономический принцип. Спрос рождает предложение. То есть, чем больше будет сервисов и разных приложений, построенных на блокчейне Ultron, тем выше будет спрос на данную монету, а спрос, соответственно, будет стимулировать рост, развитие данной монеты и этой экосистемы. И за прошедший год, в общем-то, как мы уже обсудили, даже на старте были некоторые приложения уже готовы, но за прошедшие 16 месяцев тоже немало было сделано и плюс есть еще дорожная карта, которая расписана на годы вперед. Обратите внимание, что в дорожной карте, кто не знает, дорожная карта это план развития. В дорожной карте нет никаких дат, то есть, развитие дорожной карты привязано не к датам, а к количеству кошельков. То есть, когда мы видим такую надпись 250к, это имеется ввиду 250 тысяч, кошельков, 300к, это 300 тысяч кошельков и так далее. То есть, в зависимости именно от роста числа пользователей будут запускаться новые сервисы. И, если мы посмотрим вниз дорожной карты, то увидим, что разработчики Ультрона нацелились даже создать со временем 100 приложений и привлечь 5 миллионов пользователей, ну а в более отдаленной перспективе создать тысячу приложений и привлечь 50 миллионов пользователей. А социальная сеть Reshape способна будет привлечь даже разместить 100 миллионов пользователей. То есть, что достаточно серьезная цифра. Ультрон Swap это простая в использовании криптобиржа, где можно токены, монеты менять друг на друга и так далее. Повторю, что разработчики стараются и думают о том, чтобы сервисы делать максимально простыми и удобными, чтобы могли обычные пользователи этими инструментами пользоваться. Yolix Scan это проводник по блокчейну, так же, как мы с вами в интернете ищем информацию, проводник блокчейна позволяет находить транзакции, потому что у блокчейна есть полезное очень свойство, он сохраняет информацию обо всех операциях, транзакции, которые происходили. То есть, это позволяет даже спустя годы находить подтверждение, была такая транзакция или нет, ну и разные другие полезные функции. Ивана является художником-татуировщиком, то есть, она делает татуировки разным известным личностям и не просто делает, она их превращает в цифровые токены NFT и они успешно продаются. Вот здесь внизу вы можете видеть, что уже 600 таких токенов были проданы по цене одного эфира, а с учетом цены эфира это получается примерно на 1 миллион долларов. Ну и плюс, естественно, она на этом не останавливается, там у нее еще есть. Приложение Lot Today прямо сейчас находится в стадии тестирования и в общем-то уже 30 октября оно должно начать функционировать в полноценном режиме. И мы сегодня более подробно поговорим о приложении Flip.me, это приложение, которое сочетает в себе банковские услуги и работу с криптой. Тоже об этом поговорим, чем данное приложение может быть вам полезно и как вы можете на нем зарабатывать. Социальная сеть Reshape это соцсеть, в которой наши данные данные пользователей будут защищены через систему блокчейн. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда взломали, взламывали вас может быть или ваших друзей, начинали от вашего имени, например, рассылать спам или какие-то сообщения типа вышли денег и так далее. Это распространенная вещь. Так вот, как раз система блокчейн позволяет обеспечить более безопасную систему, плюс в этой социальной сети пользователи смогут еще и зарабатывать. NFT Marketplace это интернет магазин, в котором покупаются и продаются цифровые токены NFT. Футбольная метавселенная, в которой можно будет создавать своих виртуальных игроков, целые команды футбольные, участвовать в чемпионатах, даже покупать и продавать виртуальные объекты, стадионы и так далее. То есть, по сути, быть футбольным менеджером виртуальной вселенной и здесь тоже будет использоваться блокчейн Ultron. Приложение Landing и Borrowing это приложение как банк у вас в кармане. То есть, вы можете брать у других взаймы пользователей и можете давать им взаймы и на этом тоже получать свои проценты. Краудфандинговая платформа для тех, кто не в курсе. Краудфандинг в переводе с английского народное финансирование или финансирование толпой. То есть, если у человека хорошая идея, стартап какой-то, но нет денег, чтобы его реализовать. Краудфандинг позволяет, скажем так, рассказать о вашей идее и если народу эта идея понравится, народ может поддержать вашу идею финансово. Вот для этого и придуман краудфандинг. То есть, это площадка, где мы можем понравившиеся идеи или проекты профинансировать, поддержать финансово и в случае успеха проекта тоже на этом заработать. То есть, давайте сделаем обзор того, что мы рассмотрели. Прямо сейчас есть такие крупные финансовые, например, сервисы, как электронные кошельки, есть игровые сервисы, есть торговые сервисы, есть виртуальная вселенная, есть банки, краудфандинговые площадки, социальные сети. То есть, в совокупности, если мы сложим обороты всех вот этих сервисов, получается, в общем-то, такая очень существенная цифра 25 триллионов долларов. Для тех, кто запомнил, забыл 25 триллионов, это триллион единиц с 12 нулями, тысячи миллиардов. То есть, это достаточно серьезные суммы. Так вот, разработчики Ультрона, они поставили перед собой задачу, амбициозную задачу, создать аналоги тех сервисов, которые сейчас существуют, но эти аналоги будут сделаны на системе блокчейн, у которой есть свои преимущества. Это так называемый Web 3.0. То есть, те сайты, те ресурсы, которые существовали раньше, они относятся к категории Web 2.0. Это как бы предыдущее поколение интернета. А сейчас мы подходим уже к новому поколению интернета, построенному на оболучении Web 3.0. И, как правило, если человек попробовал что-то лучшее, он не хочет возвращаться к старому. Ну, вспомните, люди старшего поколения помнят, были у нас такие стационарные телефоны с проводами, да, чтобы с такого телефона позвонить, это надо было ножками дойти туда, свое тело донести до телефона, взять трубочку и звонить. И помните эти разговоры, а Ивану Ивановичу можно, а его сейчас нету, а когда он будет, да, и вот, чтобы добиться, там, дозвониться до Ивана Ивановича, приходилось там целый день бывало названивать, если сильно нужно было, да, то есть, чтобы разговор состоялся, нужно, чтобы и вы были у телефона, и Иван Иванович тоже был у телефона, очень неудобно, согласитесь. Сейчас появилась мобильная связь, смартфоны, и, в общем-то, дозваниваться намного проще, даже если вдруг человек не на связи, мы можем оставить мессенджере текстовое сообщение, или голосовое, и так далее. И плюс смартфон, по сути, это вообще очень универсальное устройство, у нас смартфоны не только для звонков, это и выход в интернет, это библиотека, это видеоплеер, аудиоплеер, это фотоаппарат, это видеокамера, там, календарь, месс, что там еще у нас, эти, ежедневник, и так далее, чего только нет, будильник. Короче, смартфон, по сути, нам заменяет кучу устройств, которые раньше надо было иметь. Если я вам скажу, а давайте откажитесь от смартфонов, и вернитесь к старым, добрым, вот этим проводным телефоном, ну, вряд ли вы согласитесь, да, вот, о чем я и говорю, что если человек попробовал что-то более удобное, но он не хочет уже от этого отказываться, да, и продолжает им пользоваться. И вот разработчики Ультрон прекрасно понимают, надо просто создать более удобные сервисы, чем те, что существуют сейчас, более прозрачные, более удобные, и в результате люди будут на них переключаться. И даже если мы займем всего лишь десятую долю одного процента, это вообще-то получится 25 миллиардов долларов. Так что возможности открываются очень серьезные. Но как к этой экосистеме можно подключиться? Ключом являются так называемые стейкинг-хабы. Стейкинг, сначала объясню термин стейкинг. Ну, наверное, вы слышали слово майнинг. Когда появилась первая криптовалюта биткоин, ее начали майнить, и ее майнят до сих пор. Вот уже 14 лет. Ну, и многие другие криптовалюты тоже. То есть процесс майнинга, это когда закупается дорогостоящие оборудования, специальные такие устройства, майнеры, или айсики, их называют, выстраивается, целая майнинговая ферма. И возможно, вы в новостях слышали, что вот, обнаружили в таком-то учреждении повышенные счета за электричество, и обнаружили майнинговую ферму. Какой-то там умелец в подвале или на чердаке учреждения тихаря организовал майнинговую ферму, и вот там добывает крипту. То есть, ну, это вот такой способ майнинга. При этом ферма работает круглосуточно, потребляет электричество очень много. Именно поэтому, кстати, в тех странах, где электричество дорогое, там как бы даже и невыгодно майнингом заниматься. Вот. И, конечно, в наше время очень многие обеспокоены экологией и стали задавать вопросы, что, ребята, вот вы ради вашей крипты, ради ваших фантиков сжигаете просто электричество. Мы тут стараемся, понимаешь, экономим, свет в доме выключаем или в квартире, а вы тут круглосуточно сжигаете. А нельзя ли вашу крипту как-то по-другому добывать, да? И со временем умные люди, программисты, придумали стейкинг. То есть, стейкинг это процесс, когда, по сути, у вас блокируется определенная сумма криптовалюты и в дополнение к заблокированной сумме вы получаете новую крипту. Для этого вам не нужно никакое дорогостоящее оборудование, для этого не нужно сжигать большое количество электричества. То есть, все четко и экологично. Вот именно таким свойством обладают стейкинг-хабы. Их в компании Мави представлено 7 штук. Вы видите на экране стоимость 100, 300, 500, 1500, 5000, 12500 и 30000 USDT. Что такое USDT? Это криптовалютный доллар. То есть, по сути, это крипта, которая по курсу приравнена к доллару. USD это американский доллар, T это тетер или или соответственно доллар. Вот. То есть, по сути, это можно сказать цены в долларах. Так вот, особенность данных стейкинг-хабов состоит в том, что они дают вам пассивный доход на протяжении 5 лет. То есть, они запрограммированы на то, чтобы давать пассивный доход каждый день на протяжении 5 лет. Первый год вы получаете 0,2% в сутки, второй год 0,1% ну и так далее. Там есть определенный план. И вот на этом графике вы можете видеть, какую доходность вы в итоге получаете. Предусмотрена такая функция под названием автостейкинг. То есть, по сути, это автоматический реинвест. Если у вас реинвест включен, автостейкинг, то за первый год доходность получается очень даже неплохая, 107%. Почему? Ну, потому что авторинвест происходит каждый день. За 3 года получается 258%, за 5 лет 311%. Да, автостейкинг можно отключить. Если вы его отключили, в этом случае прибыль, которая вам за сутки начислена, она уже не добавляется к основному депозиту. Она именно копится у вас на балансе, вы можете ее выводить. Но при этом прибыль, как вы видите, получается значительно меньше. 36% за первый год, 63% за 3 года, 70% за 5 лет. Так что если мы сравним зеленый и красный график, разница получается в несколько раз. Поэтому самый оптимальный вариант, самый выгодный вариант держать автостейкинг как можно дольше, но опять-таки у вас технически есть возможность в какой-то момент автостейкинг отключить, и соответственно вы можете тогда прибыль уже выводить на баланс. 311% за 5 лет это неплохо, согласитесь. Но это еще не все, потому что прибыль вам начисляется не в долларах, а в криптовалюте Ультрон. А криптовалюта Ультрон очень неплохо выросла за время своего существования. Я думаю, что она на этом не остановится. Давайте сейчас вот с вами перейдем как раз на известный сайт CoinMarketCap и посмотрим допустим график Ультрона за все время его существования. Напомню, что Ультрон стартовал в июне прошлого года имея цену всего лишь 1 цент. Сегодня вот прямо на ваших глазах цена 16 центов. То есть можно сказать, что за 16 месяцев Ультрон вырос в 16 раз. Это вообще-то 1600% прибыли. То есть реально есть люди, которые уже на этой монете сделали 1600% просто купив эту монету. Да, как мы видим за эти 16 месяцев были просадки. То есть немного монета снижалась. Я, например, когда брал Ультрон, цена я брал в феврале, это цена тогда была примерно 6 центов. Сейчас вот я найду примерно там, я не помню точно, где-то около 6 или 7 центов. То есть можно сказать, что для меня цена выросла в 2 с лишним раза. Вот. И обратите внимание, что как раз за последний месяц в общем-то произошел тоже неплохой рост. И вот давайте обратим внимание на сервис DeFi Lama. Это аналитический сервис, который показывает именно выстраивает криптовалюты в рейтинг. Причем, если вы нажмете в левом верхнем углу кнопочку Change, он вам покажет именно те криптовалюты, которые обладают собственным блокчейном. Напомню, что есть почти 2 миллиона вообще криптовалют, существует огромное количество, почти 2 миллиона. Вот в левом верхнем углу на сайте CoinMarketCap, видите, я увеличу специально, написано крипто с 1,8 миллиона штук. То есть их огромное количество, но среди этих почти 2 миллионов криптовалют только 200 с чем-то, давайте сейчас прокрутим до конца и посмотрим, только 200, 214 в списке, да, обладают именно собственным блокчейном. Те криптовалюты, которые личного собственного блокчейна не имеют, они вынуждены пользоваться чужими блокчейнами, их поэтому называют токенами. Те же криптовалюты, которые имеют собственный блокчейн, их называют монетами или коинами. И вот, соответственно, ультрон одна из них. И есть такой показатель, то есть вы можете спросить, а каким образом ультрон именно поднялся на шестое место, потому что есть такой показатель ТВЛ, Total Value Block, общая сумма заблокированных средств. То есть простыми словами именно на какую сумму заблокировано средств в данном блокчейне, потому что это количество показывает степень доверия, скажем, участников к данному блокчейну, к данной экосистеме. И вот если мы посмотрим ультрона, вот в этом столбце ТВЛ, мы видим цифру 873 миллиона миллиона, и он, например, обогнал по этому показателю ТВЛ такие криптовалюты, как Polygon 800 миллионов или Optimism 670 миллионов и так далее. И поднялся уже на шестое место. Буквально месяц назад он был где-то на восьмом месте, сейчас поднялся уже на шестое. Ну и в принципе также вы можете заметить, что те монеты, которые находятся выше, Avalanche, Arbitrum или Binance Smart Chain, они красные, то есть у них за последний месяц вот этот показатель красный, это значит, что у них ТВЛ снижается, а у ультрона он вырос на 17% за последний месяц. Так что не исключено, что ультрон именно выйдет именно на пятое место, хотя была уже ситуация на короткое время, на короткое время он поднимался на пятое место. Окей, то есть это, друзья, я к чему вам показываю, рассказываю, чтобы вы не воспринимали, что это просто какие-то бла-бла-бла, какие-то просто слова. В английском языке есть хорошее выражение numbers do not lie, то есть цифры не лгут, то есть пожалуйста, эти результаты перед вашими глазами, сервис DeFi Lama, он не подчиняется никак проекту ультрон, то есть у него нет выгоды какой-то именно ультрон превозносить, как-то его там, не знаю, незаслуженно восхвалять, то есть это просто аналитический сервис. Единственное, я хочу показать, что когда вы будете смотреть этот рейтинг и наверху, в правом верхнем углу, вот здесь нужно поставить галочку стейкинг, потому что мы именно хотим сравнить те монеты, которые обладают свойством стейкинга. То есть вот если эту галочку убрать, то да, ультрон не будет на шестом месте, он будет там на шестидесятом где-то, то есть среди всех блокчейнов, но именно вот среди блокчейнов со свойством стейкинга, да, он будет на шестом месте. Это такая оговорка, назовем так, важная. Окей, так вот, возвращаемся к курсу монет. Ультрон уже вырос за 16 месяцев в 16 раз, это 1600%, и я уверен, что он на этом не остановится. И вот на графике вы видите пример. Это криптовалюта эфириум, известная, вторая по популярности. Когда эфириум стартовал, курс был всего лишь 30 центов. Прошло несколько лет, и курс поднялся до 1000 долларов. Прошло еще несколько лет, и курс поднялся до 4810 долларов. То есть вполне реально можно было, например, взять эфира в начале на 1000 долларов и за несколько лет эта 1000 долларов превратилась бы в несколько миллионов долларов. Но, к сожалению, большинство из нас пропустили такую возможность, так же, как пропустили возможность купить биткоины, когда они стоили копейки. Мораль в том, что, чтобы монета выросла, нужно время. То есть это происходит не за месяц, не за два. Как правило, требуется период от 3 до 5 лет, чтобы экосистема была развита достаточно, чтобы это хорошо повлияло на курс монеты и она серьезно выросла. Поэтому здесь, на этом слайде есть такой призыв не мыслите краткосрочно, то есть требуется время. И у создателей Ультрона, как мы с вами обсудили, есть такое масштабное видение. Они хотят создать со временем 1000 сервисов и приложений, построенных на блокчейне Ультрон, привлечь со временем 100 миллионов пользователей. Чем больше будет сервисов, чем больше будет пользователей, все это будет стимулировать использование блокчейна Ультрон, монеты Ультрон, стимулировать развитие, потому что много будет происходить транзакций в данной экосистеме. И это будет стимулировать развитие и будет привлекать новые проекты, которые будут желать именно построить свою экосистему, свои сервисы также на блокчейне Ультрон. Ну а мы с вами находимся еще в начале пути, потому что данная экосистема развивается прямо на наших глазах. Вот, например, приложение Lottoday, оно прямо сейчас проходит тестирование и планирует его запустить 30 октября, то есть через месяц. Осталось подождать примерно месяц. Так вот, у вас, господа, есть вариант либо просто пойти на биржу и приобрести себе монету, но у вас там не будет стейкинга, то есть, да, вы можете заработать на росте курса монет, как некоторые заработали, они просто пошли на биржу и купили себе монету Ultron, это один вариант. Второй вариант приобрести себе стейкинг-хаб и, как я уже сказал, стейкинг-хаб будет давать пассивный доход на протяжении 5 лет, согласно той программе, которая в него заложена. За 5 лет получится 311 процентов, если все эти 5 лет автостейкинг будет включен. Это самый простой способ включения в данную экосистему, но не единственный. И вот сейчас я еще расскажу о еще одном перспективном сервисе, который запустился, скажем так, началась предпродажа буквально на этой неделе, сервис очень интересный, сейчас поговорим. Так, 13 месяцев, так, Светлана пишет, 13 месяцев работает Ultron, ну, Светлана, не знаю, в июне запустился, на дворе уже скоро октябрь, так что мне кажется, это уже 16 месяцев, если посчитать. Так, Светлана пишет, как купить USDT в России, ну, на биржах, в принципе, есть биржа Garantex, например, кстати, новость, наверное, слышали, биржа Binance приняла решение уходить из России, вместо нее там будет какая-то другая дочерняя биржа, вот, жалко, конечно, ну, что делать, в такие времена живем, что делать, что делать, да. Так, и если есть какие-то вопросы, друзья, по озвученной информации, пожалуйста, пишите в чате или задайте вопросы голосом, а я пока подготовлю слайды для следующего. Пожалуйста. Так, и давайте, сейчас я посмотрю. Так, Ольга С написала на байбите и кукоины через обменники. А, это вы ответили на вопрос, как купить USDT. Да, друзья, крипта прочно входит в нашу жизнь уже, кстати, даже в некоторых городах крупных есть обменники, которые принимают наличку, единственное, там с маленькими суммами они не работают, ну, там от нескольких тысяч долларов вполне, вполне реально, то есть вы приезжаете или к вам приезжают, это уже как договоритесь, да, и соответственно вы с ними там взаимодействуете и производите обмен, так что крипта действительно вполне, вполне получила такое уже серьезное распространение. Итак, друзья, давайте, раз вопросов больше нет, пожалуйста, переходим к такому замечательному сервису, как Flip.me, это банкинг и крипта для каждого. Значит, какая существует проблема с криптовалютой? Во-первых, 70% людей до сих пор не понимают, что такое крипта. Да, конечно, люди слышали там биткоин, что он там вырос, что там еще, майнинг, майнинговые фермы, короче, краем уха люди что-то слышали, но большинство особо не вникали, потому что это как-то прошло мимо них. 38% людей, которые даже попытались купить крипту, сталкивались с проблемами, потому что, конечно, банкам не нравится, когда деньги утекают из банков и идут в крипту, и банки часто блокируют такие операции или как-то, ну, вставляют палки в колеса. 84% людей считают, что крипта небезопасна. 21% людей вообще не имеют доступ к банковским услугам. Либо в силу бедности, просто у них нет таких денег, чтобы в банке их там хранить, либо в силу неразвитости инфраструктуры, потому что, ну, страна, например, бедная, и там до ближайшего банка, может быть, банки есть только в крупных городах, и человек живет там в сотнях километрах. Ну, и плюс, может быть, из-за санкций или каких-то других ситуаций в этой стране. В общем, по факту получается, что почти два миллиарда человек не имеют доступа. Так вот, приложение FlipMe, оно призвано решить как раз вот эти вот проблемы и помочь миллионам людей получить доступ именно к таким услугам. Не обязательно банковским, можно к криптовалютным. И в приложении FlipMe будут самые разные функции, например, мгновенные переводы от пользователя к пользователю, возможность зарабатывать, возможность стейкать монеты, то есть, получать пассивный доход, переводить деньги как в фиатных деньгах, так и в криптовалюте и так далее. И вот, чем хороша нынешняя ситуация, прямо сейчас в мире только 420 миллионов человек обладают криптой, пользуются криптой, но прогнозы показывают, что это число в ближайшие годы увеличится аж в 15 раз, представьте, на 1500 процентов за 5 лет. То есть, получается, уже примерно к 2028 году число пользователей крипты вырастет до 5 миллиардов. Представьте, сейчас 420 миллионов, а вырастет до 5 миллиардов. Это о чем, друзья, говорит? Это говорит о том, что прямо сейчас на наших глазах происходит глобальная финансовая трансформация, потому что предыдущие десятилетия люди в основном пользовались именно обычными деньгами, фиатными, то есть, государственными деньгами, и они других вариантов просто не знали, не было вариантов, не было альтернатив. Но появилась крипта, и вот прямо сейчас все человечество, 8 миллиардов людей, массово начинает осваивать крипту, и как вот мы с вами посмотрели, прогнозы показывают, что в ближайшие 5 лет эта цифра пользователей крипты достигнет уже 5 миллиардов. И есть такая поговорка, если не можешь предотвратить революцию, надо ее возглавить. То есть, у вас есть выбор, либо вы будете просто сторонним наблюдателем, как это все будет на ваших глазах происходить, либо вы будете активным участником процесса, будете в нем участвовать, и будете на этом неплохо зарабатывать. А вот как на этом зарабатывать, мы сейчас с вами и поговорим. Итак, в приложении будет множество разных функций это и конвертация фиатных денег к крипту, то есть, любой новичок, который первый раз захотел приобрести крипту, у него всегда задача, так, как мне эту крипту купить, даже те самые USDT. Вот я вам показал, допустим, про вот эти хабы, стейкин хабы, и про другие хабы мы еще поговорим, и человек думает, так, ну хорошо, я готов эти пакеты купить, где мне эти USDT взять, сейчас приходится эти USDT брать на биржах или в обменниках, их, к счастью, много, кстати, уже на данный момент, в Европе сложнее с этим, в России, на мой взгляд, очень неплохо все развито, полно есть обменников, меняющих рубли на крипту и обратно, но, когда запустится вот это приложение, то будет вообще замечательно, потому что мы сможем менять все это прямо внутри приложения, вот, возможно, у вас есть, хотя сейчас, наверное, уже ограничены, ограничили эти вещи из-за санкций, да, но, когда мультивалютные карты, например, у некоторых были, можно было менять там рубли на доллары прямо внутри приложения, вот, здесь примерно такой же принцип, когда меняем, например, там, одну фиатные деньги на крипту и обратно, причем, здесь можно будет делать переводы и в фиатных деньгах, и в криптовалюте тоже, плюс можно будет заказать виртуальные либо физические банковские карты и ими пользоваться, виртуальные, то есть у вас самого пластика нет, но есть именно номер карты, есть код CVV, который на обратной стороне должен быть, то есть вы сможете делать онлайн покупки, даже не имея физические самой карты, а при желании можно заказать и карту, карты начального уровня будут пластиковые, карты премиального уровня будут металлическими. Относительно разновидности карт, сколько они будут стоить и так далее, это, друзья, нам нужно набраться терпения, кстати, рекомендую сегодня быть на официальном вебинаре компании, каждый понедельник и четверг компания проводит вебинары, и возможно, как раз нам сегодня какую-то дополнительную информацию дадут по вот этим сервисам, чем карты будут отличаться друг от друга, именно, какова будет цена, то есть, конечно, нас эти моменты всех интересуют. То есть, давайте, скажем, резюмируем. Прямо сейчас есть, например, криптовалютные биржи, у них есть свои кошельки, свои приложения, даже карты у некоторых есть, но это все работает с криптой. А есть отдельно банки, банковские сервисы, и у них тоже есть свои приложения, но они работают только с фиатными деньгами, они не работают с криптой. Так вот, приложение FlipMe, оно уникально тем, что оно объединяет и крипту, плюс банковские услуги. А людям нравится, когда два, ну, все в одном, как вот я привел пример со смартфоном, да, смартфон, если раньше надо было таскать с собой несколько устройств, там, например, отдельно часы, отдельно телефон, отдельно фотоаппарат, отдельно видеокамеру, там, игровую приставку, то сейчас все это объединено в одном устройстве, в смартфоне, да, очень удобно. Вот так же и здесь. То есть, есть одно приложение, в котором все внутри одного приложения сделано. Но создатели этого приложения, они достаточно такие интересные ребята, они, по сути, предлагают всем нам войти в долю. То есть, смотрите, вот мы пользуемся банковскими приложениями, и мы с каждой транзакцией платим какую-то комиссию. То есть, мы оплачиваем, например, делаем покупки, какие-то транзакции, и часто мы платим комиссии. Кто с этих комиссий зарабатывает? Ну, банк, конечно, зарабатывает, да. Не случайно банки нам постоянно названивают и предлагают взять там какую-нибудь очередную карту или кредит, да, потому что, понятно, они зарабатывают на этих услугах. Окей. Так вот, в данном случае именно разработчики данного приложения предлагают войти в долю и стать совладельцами. Значит, из чего строится пассивный доход в данном приложении? Это, во-первых, обмены, то есть комиссии за обмен, когда криптовалюту меняют на фиат и обратно, берутся комиссии, это один источник дохода. Дальше, ежемесячные подписки, это еще один источник. Дальше, покупки онлайн и оффлайн, тоже туда заложены комиссии. Вы можете, можете сказать, ну, я вот что-то не заметил никаких комиссий, но дело в том, что даже если вы не заметили, это не значит, что их нет. Сами понимаете, такие системы глобальные, как Visa и MasterCard, они работать бесплатно не собираются, да, это не благотворительные организации, в конце концов. То есть, каждый день, по-моему, я слышал цифру, система Visa делает порядка двух миллиардов транзакций в сутки, представьте себе, и с каждой, с каждой транзакцией они имеют, пусть даже небольшую, но свою комиссию, которая в совокупности делает просто гигантские обороты. Дальше, когда люди заказывают карты, когда платят какие-то ежемесячные платежи, делают за карты и так далее, это вот все источники дохода. Только в случае банков на этом зарабатывают банки, а в случае приложения FlipMe предлагают зарабатывать нам с вами. Окей, у вас может возникнуть вопрос, идея, конечно, неплохая, но, естественно, сколько будем зарабатывать, как делить будем. А вот здесь на диаграмме все нарисовано. То есть разработчики приложения озвучивают, что они оставляют себе 50% общего товарооборота, 30% уходят на операционные расходы, 10% значит, и 20% выделяются для тех, кто как раз желает в этом поучаствовать, стать совладельцами. Эти 20% делятся на две части. Часть 1 и часть 2 по 10%. Сейчас я расскажу более детально. Итак, объявлена предпродажа на 50 миллионов. Она разбита на 6 этапов. Первый этап 15 миллионов, второй этап 10 миллионов, третий этап 7,5 миллионов, четвертый тоже 7,5, пятый и шестой по 5 миллионов. Обратите внимание, что у каждого этапа есть свои бонусы. Например, первый этап самый выгодный, потому что закупленные деньги вы получаете на 100% больше бонусов. Что значит бонусы? Дело в том, что за ваши деньги вы покупаете программное обеспечение. И, например, если вы успеваете купить пакет на первом этапе, вы как бы бонусом получаете программного обеспечения на 100% больше. Заплатили 500 долларов, а программного обеспечения получили на 1000. Заплатили 5000 долларов, а программного обеспечения получите на 10 тысяч. Вот поэтому первый этап он самый выгодный, и продажа первого этапа стартовала буквально Вот в этот понедельник. Сегодня четверг. И, кстати сказать, давайте посмотрим, как продвигаются дела. Дело в том, что прямо на сайте Flip.me мы можем зайти и увидеть в прямом эфире, можно сказать, как продвигается продажа. То есть обновляем вот этот сайт. Обновляем сайт. Скоро, кстати, он должен быть переведен на русский. Он уже переведен на несколько языков. На 8, если память не изменяет. В правом верхнем углу нажимаете флаг и видите, уже есть переводы на 8 языков. Думаю, что скоро появится и русский. Итак, смотрите. На первый этап было выделено 15 миллионов. Из этих 15 миллионов 4,5 миллиона уже проданы. Осталось 10,5 миллионов. Так что продажа движется прямо на наших глазах. И давайте поговорим как раз о разнице. О разнице между вот этими этапами. Итак, как я сказал, первый этап самый выгодный, потому что на 100% больше бонусов. Когда первый этап закончится, дальше пойдет второй этап. Там тоже будут бонусы. Но 80%, что, конечно, уже меньше. На 20% бонусов меньше, чем 100. Окей. Когда закончится второй, пойдет третий. 7,5 миллионов. 70%, потом 50% и так далее. Но и это еще не все. Обратите внимание, в самом низу слайда что мы видим. Помните, я на предыдущем слайде показал. Вообще-то выделено 20% именно будет распределено среди тех, кто станет совладельцами данного приложения. 20%. Но эти 20% поделены на две части. И первая часть 10%. Она будет распределена среди всех, кто приобретет себе пакет. Не важно на каком этапе. То есть первые 10% будут распределены среди участников всех шестых этапов. Не важно, в первые вы зайдете или в шестой. 10% вы получите. А вот вторые 10% видите, они, галочки на первых трех этапах есть. А на четвертом, пятом, шестом этапе галочек нету, крестики есть. Это что значит? Это значит, что вторые 10% они будут поделены только между теми, кто зайдет на первом, втором или третьем этапе. Те, кто зайдет позже, уже на четвертом, пятом, шестом этапе, они, к сожалению, в распределении именно вот этих вторых 10% участвовать не будут. То есть получается следующая картина, что первые три этапа, они самые выгодные, во-первых, потому что бонусов больше, раз. И второй момент. Участники первых трех этапов будут участвовать в распределении 20%, а участники четвертого, пятого, шестого этапа будут участвовать в распределении только 10%, в два раза меньше. Поэтому, друзья, я вас поздравляю, те, кто сегодня присутствует, особенно те, кто уже приобрел себе Payment Hub, потому что вы как раз попали, можно сказать, в первый вагон. Ну, а те, кто еще не купил, у вас есть еще возможность тоже попасть в первый вагон, потому что есть миллионы людей, которые узнают об этом слишком поздно, когда уже будет, как говорится, распроданы все первые там три этапа. Согласитесь, в масштабах человечества 10 миллионов это ерунда, это небольшая сумма, да. И многие люди будут потом чесать голову и думать, их жалко, я не узнал про это раньше. Так вот, вам в каком-то смысле повезло, вы узнаете об этом именно сейчас, и у вас есть еще возможность зайти на выгодные этапы. Окей, и вы можете спросить, ну хорошо, это зайти-то зайти, а как зайти? По аналогии со стейкинг-хабами, я уже сегодня рассказал, то есть стейкинг-хабы дают пассивный доход на протяжении 5 лет, есть разработаны платежные хабы, они оформлены в виде таких вот симпатичных зданий, да, это квартира, это дом, это пентхаус, это вилла, роскошная вилла, это особняк, отель и даже небоскреб, то есть можно прикупить себе небоскребик такой. Вот, чем же они отличаются, эти пакеты друг от друга? У каждого из них предусмотрена максимальная прибыль. Первый пакет дает 2 икса или 200%, второй пакет дает 3 икса или 300%, следующий пакет за 500 дает 4 икса или 400%, пакет за 1500 дает 5 иксов или 500%, пакет за 5000 дает 6 иксов или 600%, пакет за 12,5 тысяч дает 7 иксов или 700%, и пакет за 30 тысяч дает 8 иксов или 800%. Разбираем, допустим, пакет за 5000 более подробно. То есть вот человек взял себе этот пакет и ему, по сути, он становится совладельцем вот этого приложения FlipMe. Значит, и внутри приложения, как мы с вами и обсуждали, происходит активность. То есть пользователи, во-первых, меняют фиатные деньги на крипту и обратно, с этого берется комиссия. Это один источник дохода. Люди делают переводы друг к другу, с этого тоже берутся комиссии. Это еще один источник дохода. Люди заказывают банковские карты, оплачивают именно заказ самой карты, обслуживание карты. Это все отдельные платежи идут. Из всего вот этого формируются источники дохода. И все люди, которые купили себе вот эти вот платежные хабы, получают какой-то процент с этого. Так вот, владелец пакета за 5 тысяч каждый день будет получать какой-то процент до тех пор, пока максимальная прибыль у него не составит 6 иксов или 30 тысяч долларов. Что произойдет, когда именно прибыль достигнет максимума 30 тысяч? Прибыль остановится, но у владельца пакета есть возможность его обновить. То есть оплатить его заново, чтобы пакет начал работать дальше и снова приносить прибыль. Вопрос, как вы думаете, у человека будет желание продлить пакет, который ему и так уже принес 600 процентов? Ну, я думаю, да, он же разумный человек. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? Он заработал 30 тысяч. Он доволен? Ну, конечно, доволен. Вложил 5 тысяч, заработал 30. У него есть деньги на то, чтобы обновить пакет, он оплачивает его снова, пакет работает дальше. И вот здесь важный момент, друзья. Дело в том, что когда он продлевает пакет, то этот пакет сохраняет все те характеристики, которые у него были на старте. И вот смотрите, мы с вами начали с чего? Каждый, в зависимости от того, кто успевает на каком этапе, то есть если кому-то повезло, и он взял пакет на первом этапе, он имеет 100% бонусов и первый раз, и при всех последующих обновлениях. А вот если, допустим, он не успел на первый этап, а взял, например, на третьем этапе, у него будет 70% бонусов и в первый раз, и при всех последующих обновлениях. Понимаете теперь, насколько важно именно постараться успеть на ранние этапы, потому что это повлияет не просто на один раз получение прибыли, а на все последующие обновления вашего пакета. То есть вот именно поэтому постарайтесь подумать над этим моментом. Ну и есть еще эксклюзивная серия с ограниченным количеством пакетов. Это «Замок мечты», который стоит 50 тысяч USDT и дает 9x или 450 тысяч долларов. И «Райский остров» стоимостью 100 тысяч, который дает 10x или 1 миллион. Так что, да, и уже есть люди, которые приобрели себе такие пакеты за прошедшие дни. Не случайно я вам только что показал, что из 15 миллионов уже 4,5 миллиона продано. Да, было объявление о том, что предпродажа начнется 25 сентября. Все началось. Те, кто уже зарегистрированы в кабинетах Mavi, они видят специальный раздел, посвященный как раз данным пакетам, где вот это все показано. Ну а мы с вами сейчас зайдем в раздел «Калькулятор» и посмотрим с вами. Очень интересно наблюдать и смотреть, как меняются циферки в калькуляторе. Сейчас страница немного обновится, и мы с вами дойдем до калькулятора. Кстати, вот здесь на сайте даже более как-то интересно нарисовано. Смотрите, вот то, что я проговорил, еще раз повторю. Получается, участники первых трех этапов, они участвуют в распределении 20% прибыли, а те, кто попадает на 4, 5, 6 этапы, они участвуют только в распределении 10, то есть два раза меньше. И вот, здесь на сайте есть калькулятор, вы можете, в принципе, в него поиграться сами. То есть, еще раз, когда приложение запустится, соответственно, внутри приложения будут происходить, во-первых, обмены криптовалют на фиат и обратно, с этого будут браться комиссии, и давайте вот сдвинем вот эти ползунки, как бы сдвигая ползунки, мы показываем, какое количество транзакций в сутки будет происходить. Там, например, видите, я сейчас ползунок сдвинул вот сюда, это получается 300 тысяч транзакций. В масштабах, как я привел пример, карта Visa, система Visa в сутки делает 2 миллиарда транзакций, то есть, это огромное количество. Но, конечно, мы понимаем, система Visa существует уже много-много лет, десятки лет, да, поэтому у них много клиентов, у многих из нас есть карты Visa или MasterCard, мы этим пользуемся, это все понятно. Приложение Flip.me, оно только-только еще, как говорится, в процессе разработки, вот, и, понятное дело, не сразу у него появится большое количество пользователей, но Москва не сразу строилась, то есть, все с чего-то начинали, и карта Visa тоже когда-то, система Visa сформировалась, и появились первые карты. Даже вспомните себя, было время, там, лет 20 назад, мы в основном пользовались наличкой, и картам особо не доверяли, опасались, ну, а сейчас, как говорится, это уже стало, как говорится, вошло в рутину, да, уже многие, я уверен, даже и наличку-то забыли, когда последний раз в руках держали, да, вот, времена меняются, друзья. Так вот, давайте посмотрим, выберем какой-нибудь себе пакетик, ну, вот здесь стоит пакет за 30 тысяч, ну, давайте для начала выберем что-нибудь поменьше, например, пакет за 5 тысяч, берем пакет за 5 тысяч, и давайте посчитаем, вот, с такими показателями, которые я выставил сейчас на калькуляторе, сколько мы заработаем. Значит, я выставил стадию 1, этап 1, и давайте смотреть. Вот, с такими показателями наш ежедневный доход от приложения будет составлять 232 доллара в день, и напомню, что пакет за 5 тысяч даст максимальную прибыль 30 тысяч, кстати, должен отметить, что яркий очень этот, выбрали дизайн, ребята, прямо в глазах рябит. Значит, итак, 30 тысяч USDT, то есть, фактически, с такой доходностью мы вернем вложенные деньги за 22 дня всего лишь, и максимальную выплату, 130 тысяч, получим за 129 дней. То есть, согласись, неплохо так, да? Меньше, чем за месяц получить свои деньги обратно, да? Мы же понимаем, что в любом бизнесе важна окупаемость. И таких бизнесов, чтобы окупались за 22 дня, ну, это еще поискать надо, правильно? Хорошо. И сейчас я вам покажу. Вот давайте сравним, насколько выгоден первый этап по сравнению с шестым. Давайте запомним цифры. 232 доллара в день, и, значит, время возврата капитала 22 дня. Окей. Переключаю на шестой этап. То есть, предположим, что пять этапов уже проданы, начался шестой. Наступит такое время, когда, да, пять этапов будут проданы, нажимаем шестой. Нет, это пятый, нам надо шестой. Сайт, из-за того, что я делаю демонстрацию экрана, сайт немного подтормаживает, поэтому не удивляйтесь. Вот я выбираю шестой этап. Итак, давайте смотреть. Там было 232 доллара в день и возврат за 22 дня, а здесь уже в несколько раз меньше. 53 доллара в день и возврат уже не за 22 дня, а за 94 дня. То есть, намного дольше. Четыре раза, если быть точным, дольше, даже с лишним. То есть, вот вам, друзья, разница. Даже с одинаковым количеством транзакций разница весьма существенна. Почему? Ну, во-первых, первый этап имеет бонусов в 10 раз больше по сравнению с шестым. А во-вторых, не забывайте, что первый этап участвует в распределении 20%, а шестой этап только 10%. Вот. Так что, получается, действительно, конечно, первый этап выгоднее. Окей, давайте поиграемся дальше. Сдвинем вот эти ползунки, ну, допустим, на середину и возьмем еще какой-нибудь пакет. Поэкспериментируем. Ну, допустим, вот сдвигаем сюда. То есть, понятное дело, что по мере набора количества пользователей, любой сервис, любое приложение становится больше пользователей, больше транзакций и так далее. Обороты увеличиваются. Окей. Давайте смотреть. Ну, и давайте я пакет какой-нибудь другой возьму. Возьму другой пакет, ну, например, за 12,5 тысяч. 12,5 тысяч. В этом случае что мы видим? Заметьте, я специально оставляю пока шестой этап, чтобы сравнить. Пакет за 12 тысяч на шестом этапе будет давать прибыль 281 доллара в день. Капитал будет возвращен, возврат капитала за 45 дней, полтора месяца. А максимальную выплату 87 тысяч 500 долларов получим за 311 дней. Окей. Ну, вот так вот. Это запомнили. 281 доллара в день, возврат капитала за 45 дней. А давайте теперь сравним, если этот же пакет взять вот сейчас на первом этапе. Переключаем. Так, неправильно я выбрал. Не туда нажал. Потому что мы с вами хотели именно брать этот пакет за 12,5 тысяч. Да. И мы переключаем на первый этап. С шестого меняем на первый. Давайте смотреть. Смотрим. Ну, вот разница, как мы видим, весьма существенная. Уже ежедневная выплата 1219. Возврат капитала всего-то за 11 дней. То есть намного быстрее. А максимальная выплата 87 тысяч 500. Она произойдет за 72 дня. То есть, как говорится, почувствую разницу. Как в известной рекламе говорилось. Окей. Ну и давайте, наконец, перенесемся мысленно в более уже отдаленные времена. Когда пользователей в приложении стало очень много. И уже происходят тысячи транзакций. Приложение популярно. И сами понимаете, извините. Если человек имеет каждый день хорошую прибыль по тысяче долларов. Как думаете, у него будет желание своим там друзьям, знакомым рассказать про такое замечательное предложение? Ну конечно, по сути, разработчики приложения, они получат целую армию лояльных клиентов, которые, можно сказать, будут очень-очень активно, очень уверенно рассказывать всем знакомым и друзьям о таком замечательном приложении. Мы с вами понимаем, в нынешнем конкурентном мире создать какой-то продукт, это не проблема. Проблема именно, чтобы прорекламировать его, донести до людей. И, например, вы можете сказать, а в чем выгода создателей приложения? Зачем они нам отдают существенную часть оборота 20%? Они могли бы этого не делать, правильно? Ну, совершенно верно, могли бы не делать, но смотрите, какой хитрый ход. Если они нас предлагают всем желающим стать совладельцами приложения, людям же всегда приятно быть, как говорится, совладельцами чего-то, да, там, автомобиля, квартиры, какой-то вещи красивой, да. То есть, если мы не просто пользователи, даже когда человек пользуется каким-то продуктом или услуга, ему нравится, он рассказывает об этом друзьям и знакомым. А теперь представьте, что он не просто пользователь, а еще и совладелец, да. То есть, он прибыль с этого получает, со всех транзакций. То есть, он становится агентом в квадрате, можно сказать. То есть, у него появляется дополнительная мотивация рассказать об этом как можно большему числу людей. Так вот, мы с вами что установили? Этот же пакет за 12 тысяч, какая ежедневная доходность? Уже не 1200 в день, а 2091 доллара в день, представьте себе, в день. Всего лишь с пакета за 12 тысяч. И возврат капитала, по сути, происходит за 6 дней, а максимальная выплата 87500. Ну, практически за полтора месяца. Каждые полтора месяца получать по 87 тысяч. Напомню, что каждый пакет запрограммирован таким образом, что он принес вам прибыль максимальную, да. Вы имеете право его обновить. Получили свои 87500. Оплатили снова 12500. Как бы обновили пакет. Все, пакет начинает работать дальше. И еще раз напомню, что если вы именно приобретете пакет на первом этапе, а у всех, кто присутствует сегодня на вебинаре, есть такая возможность, то параметры пакета сохраняются для этого пакета на, ну, можно сказать, на все последующие этапы. То есть, сколько бы вы его не обновляли, эти параметры у него сохраняются. Если, допустим, кто-то не знал про первый этап, пропустил первый этап, деньги все никак не мог найти, да. И, например, попадает на второй этап, где бонусом идет 80%, то, к сожалению, все, момент упущен. Его приложение будет всегда работать только уже с бонусами 80% и так далее. Поэтому, друзья, я и хочу сказать, что вам повезло, тем, кто присутствует сегодня на вебинаре, потому что вы узнаете об этом в первых рядах. А миллионы людей, они узнают об этом уже позднее, к сожалению, для них. Ну, поэтому, кстати, и хорошо, что вот ваши, те люди, которые вас сегодня пригласили на вебинар, они о вас подумали, решили сделать вам доброе дело и проинформировать. Ну, а дальше уже решение за вами. Вот, еще раз давайте вернемся. Окей, вы посмотрели, какие есть пакеты. Вот они, вернемся к самим пакетам. Да, то есть стоимость от 100 USDT до 30 тысяч USDT это обычные пакеты и есть еще эксклюзивные пакеты стоимости 50 тысяч и 100 тысяч. Естественно, у вас может возникнуть вопрос, когда появится само приложение, когда именно уже начнет поступать прибыль. Пока конкретные сроки не озвучены, то есть я так понимаю, именно сейчас данное приложение еще в процессе разработки. Рекомендую не пропускать официальные вебинары от компании и сегодня четверг как раз. По понедельникам и четвергам проводится официальный вебинар с переводом на разные языки. Возможно, сегодня какие-то новости будут. Сейчас в Дубае находится наш вышестоящий лидер Юрий Каспаров. Светлана, не удалось пока Юрий... Я ему написала, написала. Ясно, да. Хорошо, тогда если у Юрия получится подключиться, там возможно какие-то встречи в офисе проходят. Соответственно, если Юрий сможет, он подключится. И давайте сейчас посмотрим видео, которое посвящено именно компании Mavi. Это маркетинговое агентство, которое профессионально занимается именно продвижением данной технологии, данных продуктов на мировом рынке. Здравствуйте, меня зовут Майкл. Я генеральный директор компании Mavi Global, одной из самых быстрорастущих компаний сетевого маркетинга в мире. За год нам удалось создать сообщество, насчитывающее более 200 тысяч участников в 120 странах. И сегодня я очень рад приветствовать вас в нашем офисе в Дубае, чтобы отпраздновать нашу первую годовщину. С Mavi наши участники уже строят будущее и наслаждаются своей прибылью, но поверьте мне, это только начало. За последние 12 месяцев мы показали, что объем продаж компании превысил 100 миллионов долларов, в результате чего наш эксклюзивный партнер Ultron Foundation выбрался в десятку лучших блокчейнов в мире по объему привлеченных средств. О какой ценности на самом деле идет речь? Я с гордостью могу сказать, что блокчейн полностью прозрачен и нам удалось создать стоимость почти в полмиллиарда долларов меньше чем за один год, а это значит, что мы становимся сверхдержавой в мире Web3. Но на этом мы не остановились, мы упорно работаем за кулисами, чтобы стать партнерами крупнейшей игровой платформы Web3 будущего, Lotto Day, которая дает возможность нашим партнерам, нашим участникам и покупателям получать долю дохода от этой крупнейшей игровой платформы, когда-либо купив игровой хаб NFT. Так что нет ничего удивительного в том, что после запуска при продаже нам удалось продать игровых центров NFT стоимостью 10 миллионов долларов США менее чем за 10 дней. Большинство компаний едва могут пережить первый год, но мы сделали это. Мы находимся на нашем пути к реализации видения 100 миллионов членов организаций, в то время как один миллион из этих провидцев присоединится к нам в этом году. Готовы ли вы изменить свою жизнь и стать владельцем своего будущего? Присоединяйтесь к МАВИ, присоединяйтесь к будущему. Итак, по сути получилось очень выгодное, можно даже сказать взаимовыгодное сотрудничество. Я уже много раз рассказывал и повторю историю. Вообще про Ультрон я слышал еще в прошлом году, в 22-м, но тогда не придал особого значения этой информации. Почему? Потому что, в общем-то, я в сфере крипты вращаюсь достаточно давно. И на протяжении лет было уже не раз, когда сетевики продвигали какую-то крипту. Но практически во всех случаях это заканчивалось печально. Либо проекты вообще закрывались и организаторы проектов отправлялись в тюрьму. Либо ситуация в этих проектах находилась в непонятном каком-то состоянии и так далее. Короче, были какие-то проблемы. И поэтому я как-то решил, что Ультрон это, видимо, тоже одна из таких компаний-однодневок. Типа сегодня там порекламируют, а потом, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Но здесь сработал, во-первых, момент такой, что сработал авторитет как раз Юрия Каспарова. Это человек, с которым мы знакомы уже с 2012 года. Поддерживали связь через социальные сети. Я знаю Юрия именно как человека очень основательного, профессионального участника, можно сказать, топ-лидера сетевого маркетинга. Потому что он сетевым занимается уже 33 года, имеет колоссальный опыт. И что самое главное, что за все 33 года ни разу не было ситуации, когда бы он подключился к какой-то сомнительной компании или пирамиде. Все проекты, которые он продвигал, ни одна не закрылась. Первая это известная компания Amway, которая работает уже, по-моему, 65 лет, почти семь десятков лет. И потом были другие компании, все работают до сих пор. То есть он менял проект, но не потому, что там что-то соскамилось или закрылось, а потому, что увидел какой-то новый, более перспективный проект и развивал его с нуля. И поэтому, когда получилось так, что в феврале этого года мы встретились в Дубае, Юрий начал мне говорить про Ультрон. Он пригласил меня в офис, вот этот офис вы только что видели в видеоролике, кстати. И Юрий, да, Светлана, кстати, сказала, что Юрий войдет в Zoom после маркетинга. Отлично, да, что Юрий подключится. Здесь работал именно авторитет Юрия, потому что, зная его репутацию, зная, что он очень тщательно проверяет проекты. И практически во многих случаях он отвечал отказом на предложение куда-то подключаться, хотя уж как только его не обхаживали там основатели или президенты разных компаний. И авиаперелеты ему оплачивали, и там проживание в пятизвездочных гостиницах и так далее. Но вот во многих случаях, в большинстве даже случаев он говорил нет, потому что видел какие-то подводные камни. И поэтому мораль была простая, что если я увидел, что Юрий Каспаров присоединился к компании Ультрон и активно ее продвигает, ну, как минимум, здесь надо разобраться. Да, я вначале еще не был уверен, там понравится мне проект, стоит им заниматься или нет, но как минимум разобраться надо. Потому что, знаете, друзья, я часто повторяю такой тезис, смотрите, есть на рынке сетевого маркетинга, конечно, крупные известные компании продуктовые. Amway, Herbalite, Mary Kay, Avon, Ariflame, да, это все гиганты, старожилы, можно сказать, они работают уже десятки лет. А вот в сфере криптовалют, что-то сплошь какие-то компании-однодневки появляются, там какое-то время покопошатся и все, и куда-то исчезают. Ну, так же? Так. Причем, у некоторых основателей уже посадили, может быть, слышали в компании OneCoin, сооснователя OneCoin, ему дали уже 20 лет в американской тюрьме, да. То есть, мораль в том, что в сфере крипты вот такого надежного, долгосрочного ничего не было. Но, а кто сказал, что никогда не будет? То есть, кто сказал, что никогда не появится реальная компания с реальной криптой, с реальными продуктами? И вот, когда я начал изучать Ultron, старался слушать информацию на русских вебинарах и на английских, как бы я стал понимать, а ведь действительно, у этой компании есть все шансы именно стать вот такой компанией долгосрочной. Не однодневкой, которая там годик-полтора поработает и закроется, а именно долгосрочной. И этому послужил следующий важный момент, смотрите, почему проваливались те компании в прошлом, вот эти вот компании однодневки, назовем так, потому что эти криптовалюты создавали дилетанты. То есть, допустим, сетевики, которые умеют строить сети, умеют проводить презентации, и они рассуждают, ну вот мы же сетевики, мы можем делать презентации, можем рассказывать, мы вот сейчас делаем свою крипту. Крипту, все всем про нашу крипту расскажут, расскажем, все подключатся и крипта вырастет. Не работает эта стратегия. Да, в краткосрочном, в краткосрочной перспективе она может сработать, на какое-то время можно поднять волну, такой ажиотаж, да, но в долгосрочной не работает она. Вот и получается, что такие проекты взлетают, а потом падают. Заметьте, в компании Ultron Foundation, вот вы сейчас видите портреты людей, в этой команде 40 с лишним разработчиков нет ни одного сетевика. Понимаете? Это о чем говорит? О том, что эти ребята, эта команда, это именно профессионалы по крипте, профессионалы по блокчейну. А только профессионалы могут сделать качественный продукт. А если за дело берется дилетант, который только там слышал звон, да не знает где он, понятное дело, что, ну да, он может сделать продукт, но этот продукт будет, извините, неконкурентно способным. Правильно? Так вот, здесь как раз и получается, что создатели, именно Ultron Foundation, это не сетевики, это профессионалы блокчейна и результаты говорят сами за себя. Когда, извините, я вам показываю вот цифры на сервисе DeFi Lama, мы видим, что Ultron уже занимает шестое место. Ни одна компания, которую создавали сетевики именно, криптовалюта, я имею ввиду, не поднималась на такие позиции. Да, здесь поднялась, потому что эту монету создали профессионалы. Так вот, компании Mavi, они являются профессиональными маркетологами и они открыто и говорят свою позицию, свою идею, что, ребята, а зачем изобретать велосипед? Зачем, например, если мы не профессионалы, зачем мы будем делать какой-то посредственный продукт? Правильно? То есть мы лучше найдем лучший продукт на рынке и будем его продвигать, как делает, например, компания Amazon. Amazon не создает своих продуктов, это крупнейший интернет-магазин. Они просто берут и продают продукты, ну, большинство продуктов это продукты сторонних производителей. И все, и делаются миллиардные товарообороты с этого. Вот компания Mavi выбрала такую же стратегию. Находить на рынке, соответственно, лучшие продукты, которые представлены, и их, соответственно, продвигать. И давайте сейчас поговорим как раз о маркетинге. То есть вот мы в первой части поговорили о ультроне. Напомню для тех, кто подключился позднее. У вас есть возможность зарабатывать пассивный доход с помощью стейкинг-хабов, которые дают пассивный доход на протяжении 5 лет. Они так запрограммированы. Откуда берется этот пассивный доход? За счет стейкинга. Вот. 311% и не в долларах, а именно в монетах ультрон. А монета ультрон за прошедшие 16 месяцев выросла уже в 16 раз. И доходила даже до 18 центов. Это один вариант. И второй вариант – это как раз приобретать пеймент-хабы, платежные хабы, которые представлены вот здесь. Возможно, у вас возникает вопрос, а что взять первым? А что выгоднее? Ну, что выгоднее сказать сложно, что в долгосрочной перспективе, что даст вам большую прибыль. В идеале, я считаю, надо брать и то, и другое. Делать так называемую диверсификацию. То есть яйца раскладывать по разным корзинам. Это еще, кстати, важная причина, почему я считаю, что у компании Мави и у компании Ультрон есть потенциал стать очень долгосрочной, долгоживущей компанией. Потому что именно компания Мави каждые несколько месяцев запускает новые источники пассивного дохода. То есть получается, прямо внутри компании делается диверсификация. И эти источники пассивного дохода из совершенно разных сфер экономики. Вот, допустим, смотрите, вы мне скажете, а вдруг вот монета Ультрон упадет? Вот ты говоришь, что она вырастет, а вдруг она упадет? Ну, теоретически может такое быть. И более того, за прошедшие 16 месяцев были ситуации, когда Ультрон проседал, например, в два раза. Такое было. Сейчас я немножко уменьшу масштаб, а то уж я тут сильно увеличил. Вот 16 центов как раз мы видим. Но, смотрите, приложение Flip.me, оно как-то зависит от курса Ультрон? Абсолютно никак не зависит. Потому что заработок в приложении Flip.me, он строится не за счет курса Ультрон, а за счет количества транзакций, которые люди будут внутри приложения проводить. Понятная идея, да? Вот. То есть, дальше, 30 октября запускается приложение Lot Today. Опять-таки, оно как-то зависит от курса Ультрон? Никак не зависит. То есть, оно, прибыль, прибыль в приложении Lot Today будет зависеть от числа проданных билетов. Каждый день. Вот и все. То есть, получается, именно создаются прямо на наших глазах разные источники пассивного дохода. И это дает устойчивость и самой компании, и нам с вами. Потому что, можно сказать, компания для нас создает инвестиционный портфель из разных сегментов экономики. Так, Светлана написала, как купить USDT в Ставрополе. Так, про Lot Today. Так, Юрий войдет. Я, Галина, пригласитель Константин. Галина, пригласитель Константин. Хорошо, друзья. И давайте перейдем к маркетингу. То есть, мы с вами проговорили по... Именно по... По пассивному доходу. Но здесь можно также зарабатывать и активно. И, в общем-то, многие зарабатывают очень неплохо. Давайте посмотрим. Существует маркетинг-план. Маркетинг-план. То есть, еще раз поясню, что Ultron Foundation не является сетевой компанией. Это именно профессионалы по крипте. Flip.me также не является сетевой компанией. Это люди, которые являются разработчиками именно приложения, которые будут сочетать в себе банковские и криптовалютные услуги. Вот. Продуктами. А вот Mavi является, да, сетевой компанией, в которой присутствуют многоуровневые маркетинги. Вот здесь мы видим, что мы видим. Первый продукт – это, соответственно, стейкинг-хабы. Второй продукт – гейминг-хабы. И третий продукт, мы с вами уже обсудили, это именно платежные хабы. Человек выбирает, либо он становится клиентом, и в этом случае ему не нужно ничего доплачивать. Он просто купил себе пакет, получает пассивный доход, наслаждается пассивным доходом и так далее. Но, если он готов поделиться этой информацией с другими, а я считаю, что такой возможностью грех не поделиться, то, соответственно, человек становится партнером, оплачивает дополнительно 49 долларов – это годовая подписка. За эти деньги он получает в свое распоряжение бэк-офис со всем функционалом, со всеми необходимыми инструментами, слайдами и так далее. Все, что нужно. И получает прямой бонус. То есть за рекомендацию компания платит 7%. То есть неважно, какой пакет человеку приобрел, я имею в виду ваш приглашенный, это может быть стейкинг-хаб, игровой хаб, платежный хаб. С любого пакета вы получаете 7%. Ну, вы сами видели, есть пакеты, например, за 30 тысяч долларов, 7% от 30 тысяч – это вообще-то 2100 долларов. Такие неплохие бонусы получаются. Дальше. Есть бонус за быстрый старт. Вот несколько человек в моей команде за этот месяц как раз получили эти бонусы. Молодцы. Чтобы его получить, это надо приобрести пакет. И в первые же 30 дней пригласить 5 человек, которые купят такой же пакет или выше. Вот один партнер в моей команде, он, значит, взял сам пакет за полторы тысячи, пригласил 5 человек на полторы тысячи, и в результате, помимо всех остальных бонусов, еще получил доплату от компании 750 долларов. Это и есть вот бонус быстрого старта. Так что это хороший, скажем, хороший вариант именно в первый месяц получить хорошую выплату. Активно поработать и получить. Ну и, наверное, самый такой денежный, самый щедрый бонус, командный бонус, когда компания платит 10% от товара оборота в слабой ноге. То есть в данном примере, на этом слайде мы видим в сильной ноге оборот 150 тысяч, в слабой ноге 80 тысяч. И компания платит 10% от товара оборота в слабой ноге, то есть, соответственно, 8 тысяч долларов. Ну и бинар, он чем хорош? Бинарный маркетинг хорош тем, что он не ограничен в глубине, но он ограничен по объему выплат. Если, например, у вас пакеты куплены от 100 до полутора тысяч, у вас стандартное ограничение 5000 долларов в неделю по бинару, но вы можете повысить этот лимит, если берете более крупный пакет. Пакет за 5000 поднимает ваш лимит до 10 тысяч, пакет за 12 тысяч поднимает лимит до 20 тысяч, пакет за 30 тысяч поднимает, соответственно, лимит до 30 тысяч. Ну и есть целая карьерная лестница, по которой вы можете продвигаться и получать дополнительные бонусы. Например, статус Iron, железо, вы получаете, когда делаете оборот 300 долларов. Статус Silver, серебро, вы получаете, когда делаете оборот 1000. Статус Gold, золото 3000. Pearl, жемчужина 10 тысяч. Sapphire 25 тысяч. Rubin 50 тысяч и так далее. Причем, начиная со статуса Sapphire, компания вам начинает еще выплачивать разовые бонусы, например, за Sapphire 500 долларов, за Rubin 1000 долларов, за Emerald 1500, за Diamond 3000 и так далее. То есть идет продвижение по карьерной лестнице. И, например, уже в компании есть два человека, достигших статус Ambassador. Давайте посмотрим, что нужно для этого статуса. Это оборот в меньшей ветке, в слабой ветке минимум 25 миллионов. Компания платит 10% от оборота в меньшей ветке, чего-то посчитайте. 10% от 25 миллионов, это 2,5 миллиона, только по бинару. И плюс, человек, достигший статуса Ambassador, получает разовый бонус за достижение 450 тысяч. И вот мы, можно сказать, сотрудничаем в команде человека, который уже достиг этого статуса. И давайте вместе посмотрим его отзыв. Причем этот отзыв уже двухмесячной давности. Мы надеемся, что скоро уже удастся получить более свежую информацию. Так, и запускаем. Пока-пока-пока-пока-пока. Вот. Меня зовут Кристи Китик, и я из Румынии. Я присоединился к Ультрон где-то в августе прошлого года, но до этого я продвигал совершенно другую компанию. В той компании я был уже 4 месяца, и бизнес продвигался хорошо, наша команда очень быстро росла. Но когда я сравнил свою компанию с тем, что предлагает Ультрон, я понял, что такая возможность появилась впервые в истории сетевого маркетинга, и решил больше не продвигать свою компанию, а на 100% сфокусироваться на Ультрон и Мави. Я стал разговаривать с лидерами моей команды, вместе с которыми мы продвигали предыдущую компанию. Но поначалу с ними было очень сложно разговаривать. Некоторые лидеры даже считали, что я с ума сошел, что решил перейти в другую компанию. Но знаете, после того, как они рассмотрели эту возможность и убедились в том, что этот бизнес безопасный, и что немаловажно долгосрочный, помимо того, что он уникальный, и они могут заработать здесь больше денег, чем в предыдущей компании, после этого 90% сказали да. В предыдущем бизнесе мы построили команду за 4 месяца, где-то в 10 тысяч человек. А сейчас я вам покажу, чего мы достигли в этом бизнесе за 10 месяцев. У нас в команде 120 тысяч человек, вы только представляете, какое это число. Оборот более 50 миллионов долларов. И более 3 миллионов долларов выплачена комиссией за 10 месяцев. Что касаемо карьеры, я имею статус амбассадор, и свое решение перейти из предыдущей компании, я считаю лучшим решением в своей жизни и в жизни моей команды. Да, как вы можете судить, в принципе, при желании, при желании, как в случае Кристи Китика, результаты впечатляющие. Наверняка вы бывали на презентациях многих компаний, где вам показывали красивые циферки на слайдах, что вот ты можешь заработать столько-то и столько-то, но часто возникает вопрос, а кто-то в реальности хотя бы выполнил, заработал те деньги, которые на слайде видны. И вот здесь вы как раз увидели пример человека, который, в принципе, дошел до статуса амбассадор и вполне реально уже это заработал. То есть он показал это в своем кабинете, часть денег вывел. Начиная со статуса даймонд, еще выплачивается так называемый матчинг-бонус. Это доход от дохода. То есть когда ваши партнеры получают начисление, вы получаете процент от их дохода. Причем при продвижении по карьерной лестнице глубина этих начислений увеличивается все глубже и глубже. Для тех людей, которые хотели бы, может быть, не деньгами взять, а подарками также есть и, так сказать, подарки в виде машин, автомобилей, яхт и так далее. Просто это на другом слайде надо смотреть. Да, еще действуют правила. Правила, согласно которому доход, начисленный вам доход делится на две части. 70% вам начисляется в криптовалюте USDT и вы можете выводить, а 30% конвертируется в монету Ultron и откладывается на специальный бонусный хаб. А Ultron, как мы с вами наблюдали, очень неплохо вырос. Вот даже, кстати, Кристи Китик, которого мы ролик только что смотрели, у него, представьте, если он заработал порядка 3 миллионов, но треть этого дохода, она была сконвертирована в Ultron, а Ultron за последний год, как за 16 месяцев, вырос, как мы видим, на 16 раз. Сейчас начиналось все с 1 цента, а сейчас уже 16 центов. Так что растет на наших глазах. Можно сказать, что компания, компания, по сути, выплачивает зарплату в двух валютах. 70% выплачивается в USDT, 30% выплачивается как раз в монетах Ultron. Так, сейчас я посмотрю ваши вопросы. Так, Светлана, может быть, уже можно Юрия приглашать? Да, я ему пишу. Так, Наталья спрашивает, будет ли розыгрыш? Да, розыгрыш сейчас как раз делаем. Светлана, наверное, пришло время делать розыгрыш. Юрию можно написать. Да. Ну, я думаю, розыгрыш мы сделаем в конце. Угу, Юрий заходит. Просто если он не заходит прямо сейчас, мы можем как раз розыгрыши сделать. Так, я сейчас прочитаю. Ольга спрашивает. Я впервые на вашем зуме. Хотелось бы узнать, что сейчас реально работает. Что очень много говорите про то, что будет. Хотелось бы понять, что и в какие сроки можно заработать с небольшой суммой от 500 долларов. Ольга, отвечаю. Уже 16 месяцев работает продукт под названием стейкинг хабы. И люди, которые уже в июне 22 года купили себе стейкинг хабы, вот посчитайте. За первый год они получили начисление в размере 107% в монетах ультрон. А монета ультрон за это же время выросла 16 раз. Вот и посчитайте. То есть, их получается, во-первых, они получили прибыль 100 и плюс еще 16 раз. На мой взгляд, это неплохой результат. Да, дальше смотрим. Но именно сколько конкретно вы заработаете, это зависит от того, как вы будете держать, как долго вы будете держать автостейкинг включенным. То есть, на графике я показал. Самый выгодный вариант держать автостейкинг как можно дольше на протяжении всех 5 лет. Но хозяин барин, то есть, при желании, если человек готов какую-то часть вывести, он может вывести. Так, а по поводу, да, второе приложение Lotto Day уже запускается через месяц. Оно прямо сейчас проходит стадию тестирования и через месяц уже будет готово. Вы можете дождаться, когда оно будет готово. И тогда уже, как говорится, увидите работающее приложение. Так, Светлана, я сейчас блокирую, чтобы не заходили новые участники. Да, закрывайте комнату. Всем добрый день. Сколько у нас сейчас участников в зале? 80? У нас сейчас 79. 79. 79. Да. Все, тогда мы закрываем комнату. Да. И сгенерируем новое число. Это цифра 73. Отлично. Отлично. Сейчас постараюсь, может быть, экран будет виден? Нет, зум не пропускает. Экран видно, да. Ну, в смысле, экран видно, но не видно число участников. Но участники не показывают, да. Да, да, да. Так что придется, как всегда, на доверие. Так, у нас цифра 73, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73. Ну, вот опять такая же ситуация. Две Татьяны. Татьяна после Слупицкой Ольги. Татьяна первая, да. Это Азаронок. Азаронок. Нет, Анечка, у тебя есть пакет. Давайте заново переиграем. Тихо. Сейчас. Хорошо. Так, заново переигрываем. Да, друзья, если у кого-то распространенные имена Сергея, Татьяна, Елена, пишите хотя бы первую букву фамилии, чтобы вас можно было различать. А то, видите, получается, человек. Либо, ну, в идеале. На что вы 79 или больше стало? Сейчас я посмотрю. 79, да. 79. Сгенерировать новое число. Это цифра 67. 67, считаем. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16, 18, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67. Светлана Саврасова, вы с нами? Светлана Саврасова, раз. Да. Саврасова, два. Светлана, есть у вас пакет? Да, да, да. Да, да, что? Есть пакет? Нет, у меня нет пакета. А, ну, поздравляем, значит, будет теперь. И что это значит? Я вообще новичок. Отлично. А кто вас пригласил? Татьяна Абакумова в вас. Татьяна Абакумова. Так, а Татьяна Абакумова в чьей структуре? Ой, я не знаю. Константин, в моей структуре. Так, Константин. Так, Константин, ты знаешь, какие данные нужно предоставить? Ну, конечно. Я же выиграл же. А, ты выигрывал. Ну, все, ты знаешь, что да. Я выиграла 100 долларов. Хорошо, друзья. Отлично. Заходите на наши вебинары и тоже будете участвовать. Константин знает, что нужно делать, куда отправлять данные. Так, Светлана, я снова разблокирую, значит, наш конференцию. Там, если Юрий сумеет подключиться, было бы здорово. Значит, еще раз к вопросу Ольги дополню. То есть, смотрите, друзья. Получается, опять же, вот мы получили информацию о запуске приложения FlipMe. И тут у нас есть вариант. Либо дождаться, когда приложение уже будет полностью готово, и мы сможем его скачать и установить на свой телефон. Но, скорее всего, на это понадобится несколько месяцев. Я думаю, что, наверное, это уже произойдет либо в конце этого года, либо в начале следующего. Это должна уже руководство компании какие-то анонсы сделать, какую-то дополнительную информацию. То есть, один вариант. Не брать никаких пакетов. То есть, если человек, допустим, считает, что он именно хочет дождаться, когда будет готов продукт, не вопрос. Из работающих продуктов, я сказал, прямо сейчас работают стейкинг-хабы. Конкретно мой пример. Я взял стейкинг-хаб 27 февраля этого года. То есть, ровно прошло 7 месяцев. Вчера было ровно 7 месяцев. 27 сентября я посчитал, за 7 месяцев у меня депозит в монетах Ультрон вырос на 360%. То есть, я оплачивал в USDT, эти 1500 USDT были сконвертированы в монеты Ультрон. И вот за 7 месяцев это все, депозит вырос на 360 за 7 месяцев. На мой взгляд, это неплохой результат. Так что, если вам хочется именно продукт, чтобы не надо было ждать, вот стейкинг-хабы, по-моему, отлично подходят. Ну, а по поводу Flip.me, тут смотрите сами, то есть, можете ничего не брать, просто дождаться, когда уже запустится, именно запустится само приложение и уже тогда решаете. Но, просто мораль-то в том, мы с вами чего сегодня разбирали, что прямо сейчас предлагается любому из нас стать совладельцами приложения и идет предпродажа вот этих пакетов. Да, то есть, и получается, первые этапы, они самые выгодные. И, как я и сказал, то есть, будут люди, которые узнают об этом, узнают об этой возможности, но, к сожалению, узнают слишком поздно, когда первые самые выгодные этапы уже будут распроданы. Так что, тут уже каждый решает сам, воспользоваться этой возможностью или нет. Так, Юрий с дороги к офису старается успеть. Хорошо. Хорошо. А Яхан, да, мы, ну, поскольку мы, раньше у нас были только две презентации в неделе, по вторникам и пятницам, сейчас, как видите, да, мы проводим практически каждый день. Окей, да. Ну, спросили насчет записи. Дело в том, что я... Что, Светлана? Что-то вы мое имя прозвучали, поэтому я спрашиваю. Я комментирую ваш, вы написали розыгрыш только один, да, вот, поэтому я поясняю, что раньше были презентации два раза в неделю, а сейчас, получается, по утрам я каждый день провожу, кроме воскресенья. И плюс еще вечерние у нас есть презентации, так что, так что вот так что. Можно я скажу? Пожалуйста. Пару слов. Я вот месяц назад покупала стейкинг-пакеты, вот, на 100 долларов купила 1106 монет, а вот через месяц я купила на 100 долларов уже 592 монет, так что цены растут, поэтому с каждым разом все меньше, меньше покупайте монет. Да, здесь получается, да, из-за того, что сама монета ультрон выросла за этот месяц, то есть, вот представьте, те люди, которые брали стейкинг-хабы в июне прошлого года, там цена была 1 цент всего лишь, вот, получается, представьте, они брали ультроны тогда в 16 раз дешевле, чем они сейчас. Ну, правильно сделали. Поэтому, получается, чем дороже ультрон будет становиться, вот, смотрите, опять же, вернемся, давайте к биткоину. На некоторые наши вебинары, там заходит, допустим, человек и говорит, ну, а, там, надо брать биткоины. Ну, я против биткоина ничего не имею, это дедушка, у нас, как говорится, самая старая крипта, заслуженный, заслуженный пенсионер. Например, но, во-первых, извините, биткоин стоит уже 26 тысяч долларов, то есть, чтобы, вот, у вас есть, например, тысяча долларов, сколько вы биткоинов на него, на тысячу сможете купить? Целиком ни одного, вы сможете купить только частицу биткоина, да, правильно? То есть, потому что, чтобы купить целый биткоин, это вам надо 26 тысяч иметь, а не одну тысячу, это раз. Второй момент, давайте посмотрим, а насколько биткоин вырос за последний год. Заходим на сайт CoinMarketCap и вот здесь вот нажимаем циферку. One year, это именно изменение цены биткоина за последний год. Нажали, и вот здесь вот смотрим, зеленая циферка, видите, плюс 41, то есть, да, биткоин вырос за последний год на 41%, неплохо. Но ультрон за это же время, за год, за 16 месяцев вырос вообще-то в 16 раз, то есть, получается 1600%. И при этом биткоин на тысячу долларов вы целиком купить просто не сможете, потому что он намного дороже. А ультронов год назад на тысячу долларов, давайте посчитаем, берем тысячу долларов, тысячу долларов разделить на один цент. Ну, да, допустим, даже возьмем не один цент, там были люди, которые брали за два цента, за три цента. Давайте поделим эту тысячу хотя бы, вот, допустим, на три цента. Это получается 0,3 равно. То есть, можно было на тысячу купить 330 тысячи, там, 333 ультрона. И эти ультроны сейчас бы стоили, умножаем на текущий курс, допустим, 16 центов. То есть, это, да, умножаем на текущий курс, 16 центов равно. Это, получается, наша вложенная тысяча уже превратилась бы в 5333. То есть, увеличилась весьма значительно, да, за это время. Даже, даже без стейкинга. Я стейкинг сейчас даже не беру. Чисто вот купить монеты и держать на бирже. Вот. Поэтому, да, можно купить и биткоин, но вы сами видите, он вырос за год, но только на 40%. В то время как альткоины, ультрон, например, за это же время могут вырасти значительно быстрее. Сейчас я покажу еще, пока ждем подключения Юрия. Есть сайт под названием ультронскан. ULXScan, где мы можем зайти и посмотреть различные параметры ультрона, что вообще происходит в блокчейне ультрон. Сайт называется ulxscan.com. Во-первых, на сайте ulxscan мы с вами видим последние блоки, которые добываются в блокчейне ультрон. Вот они. Дальше. Здесь мы можем видеть все последние транзакции. То есть каждый раз, когда кто-то меняет монеты, когда кто-то берет пакеты, стейкинг хабы, например, и так далее. Это все фиксируется, как мы с вами сегодня уже обсуждали, что блокчейн это такая уникальная система, где все ходы записаны, как сказал классик. На данный момент мы видим количество кошельков, уникальных кошельков уже составляя 125 тысяч. Это число постоянно растет. Это приятно. Каждый день вот захожу и вижу новую цифру. А я вам напомню, почему полезно знать общее число кошельков и отслеживать его рост. Потому что мы заходим с вами вот сюда на дорожную карту и видим, что как раз от количества кошельков будет зависеть запуск новых проектов. То есть количество кошельков растет на наших глазах. Количество блоков 7 миллионов 769 тысяч. И количество транзакций перевалило вон уже за 8 миллионов 700 тысяч транзакций на данный момент. Так что экосистема развивается. Существуют так называемые валидаторы. То есть валидаторы это, можно сказать, такие товарищи. Валидатором может быть физическое или юридическое лицо, которое обладает необходимыми параметрами. То есть, например, раньше условием для того, чтобы стать валидатором, нужно было иметь 20 тысяч монет. Вот давайте, ой, 20 тысяч. 20 миллионов, конечно. 20 миллионов монет умножим 20 миллионов на текущий курс 16 центов равно. То есть это вообще-то серьезная сумма. Получается 3 миллиона 200 тысяч. Но в этом списке вы можете видеть одного валидатора под названием Immortals. Immortals имеет собственный капитал от миллиона монет. То есть, в принципе, по текущему курсу это где-то 320 тысяч долларов. Валидаторы, их задача подтверждать, как бы подтверждать транзакции. И, в общем-то, они тоже с этого зарабатывают. И на данный момент их 10 штук. И вот, по сути... Кстати, Юрий Каспаров и мы тоже относимся к команде Immortals. И тот офис, в котором Юрий находится, он был, собственно, организован как раз тоже основателем команды Immortals. Андрей, вопрос. Это вот ты сейчас показал валидаторов именно компании Ultron, да? Да. Да, да, да. Да, конечно. То есть, как будут у нас 20 миллионов монет, мы тоже туда можем войти? Дело в том, что валидатором можно стать... Вернее, в смысле присоединиться к этим валидаторам можно и раньше. Но именно когда мы хотим сами стать валидаторами. Вот Виталий Дубинин на наших созвонах, он как раз говорил, что... Некоторые спрашивают, а как быть вот с этими монетами, которые у нас копятся на бонусном хабе? И вот Виталий сказал, что позднее компания скажет, что вот эти ультроны, которые у нас заморожены на бонусном хабе, их можно будет использовать именно для вот этого процесса, чтобы стать валидатором. И, кстати, сегодня... И не меньше уровня Green Diamond, по-моему, да? Ну, это нам должны более детально уже сказать. Сейчас я конкретно не могу сказать. Значит, и сегодня там тоже у нас в чате была переписка на тему White Paper. Что такое White Paper? White Paper, по сути, это такой документ, в котором расписаны все вот, так скажем, особенности технологии блокчейна. Да, то есть детали блокчейна. Сейчас вот я покажу как раз на сайте. Обычно про White Paper спрашивают люди, которые профессионально занимаются криптой или, скажем, грамотные люди, которые хотят разобраться. То есть, в принципе, полезно знать, где это находится. Сейчас я вот включу как раз сайт. Мы вместе посмотрим. Так, это получается Ultron Foundation. Можно заодно, кстати, сделать обзор самого сайта Ultron. Так, Игорь Агишев поднял руку. Игорь, давай говори. Здравствуйте. Немножко доуточню по поводу валидаторов. Давай. В теории каждый из нас, имея небольшое даже количество ультронов на вот этом счете, может делегировать свои ультроны любому из валидаторов, которые в данный момент работают. Соответственно, это будет не бесплатно, то есть нам за это будут начисляться определенные денежки. Ну, то есть те же самые ультроны, только в большем количестве. Да, правильно. То есть тут мораль в том, что нам не обязательно быть самим валидаторами. Мы можем как бы подключиться к существующим валидаторам, делегировать им свои деньги. Игорь, а где узнать, какая доходность будет от этого? Для этого, ну, Виталий показывал, как это делать, да, для этого надо иметь энное количество ультронов, да, и когда у тебя они здесь на счету есть, ты выбираешь делегировать полномочия, и там пишется, сколько ты получишь процентовку в день, допустим, с каждого. Да, это раз. И второе, еще одна из функций валидаторов в том, что они могут запускать дополнительные приложения, ну, как бы продвигать приложения. То есть суть любого блокчейна, как можно больше приложений привлечь на свой ресурс, чтобы сам блокчейн рос, и валидаторы к этому призваны. Это их основная задача, это что-то типа больших админов в сети. Вот смотрите, да, пока Игорь говорил, вот обратите внимание на цифры, вот здесь написано self-stake ULX ультронов, это именно столько монет они застейкали сами, а delegated ULX, это именно сколько другие пользователи им делегировали. То есть, например, вот у этого валидатора под названием Stargazer, у него собственных монет за стейкана 20 миллионов, а другие пользователи ему добавили еще 105 миллионов. То есть, получается, его монеты плюс другие монеты, получается 125. Там у следующего в списке у него получается суммарно 127 миллионов, 126, 129. Сейчас посмотрим, у кого больше всех. Так, 130. Так, 130. Так, 130. Владимир поднял руку. Да, вот у этого получается больше всех. Своих 20 и 110 делегировано. Спрошу, да, Андрей? Говори, да. Ага. Значит, это так и есть, то есть, это и есть тот называемый фарминг, так называемый, да, сейчас о чем говорил Игорь? Или нет? Ну, это стейкинг. Это стейкинг, называется стейкинг вот здесь в верхнем, левом верхнем углу. Владимир, Владимир, нет, фарминг это немножко другое. Фармить это, скажем так, это тоже одна из возможностей, но валидаторы не на этом зарабатывают. Они зарабатывают именно на том, что продвигают определенные приложения. То есть, да, эти приложения используются, соответственно, приносят доход. Валидаторы с этого получают доход и делятся этим доходом с теми, кто делегирует. Но это не фарминг. Фарминг несколько другое. Понятно. Спасибо. Да, вот как раз я вам покажу, пока мы ждем Юрия, значит, пока покажу сайт Ультрона. Давайте сделаем такой краткий обзор. Сайт, к сожалению, не переведен именно профессионально на русский, но вы можете, в принципе, опять же, воспользоваться переводчиком. Если у вас в браузере встроен переводчик, то есть, вот можете нажать, видите, надписи будут переводиться. То есть, ну, наверху тут крипта для людей, блокчейн для людей, будущее для людей, власть для людей, ценность для людей. Надежное, заслуживающее доверие, простое в использовании решения уровня 1, которое борется со сложностью, дезинформацией, неравенством, возможностями и обеспечивает лучшее будущее для всех. Ну, то есть, как мы с вами сегодня обсуждали, разработчики Ультрона поставили амбициозную задачу именно создать много разных сервисов и приложений, которые будут построены на этом блокчейне. Уже на сегодняшний день порядка 120 стран подключено, 112 тысяч человек. Ну, сейчас мы с вами видели больше уже кошельков, да. Вот. Монета Ультрон, по сути, является питанием всей этой системы, да, потому что на монете Ультрон, можно сказать, монета Ультрон, она является топливом. Вот так же, как для блокчейна Эфира топливом является монета Эфир, для блокчейна Binance Smart Chain топливом является BNB, это монеты биржи Binance, да. Вот для Ультрона топливом является именно сама монета Ультрон. Так, надежные кошельки, поддерживается Trezor, SafePal, TrustWallet, MetaMask и другие. Топ бирж доступна миллионам через ProBit, Max, BitMart, 1Inch и другие. Вот. Разместите свой Ультрон на одном из самых безопасных блокчейнов в мире. Вот здесь как раз перечисляются разные биржи, где фигурирует или залистен данная монета, да. Вот. Здесь как раз перечислены разные приложения. Приложения Flip.me, Lottoday, Reshape, это вот социальная сеть, построенная на блокчейне, которую планируют создать. Так, глобальные экосистемы, экспоненциальный потенциал. Это общая стоимость заблокирована 900 миллионов, да. Это мы на сервисе Defi.la мы видели такой цифрой, даже было время на короткое время до миллиарда доходило. 112 тысяч уникальных адресов, это немножко устарело уже. Еще раз давайте посмотрим, сколько там. Перейдем на главную страницу. На главную страницу. Кстати, вот, о, пока мы тут с вами разговаривали, смотрите, вот я смотрю процесс стейкинга. Смотрите, то есть делегаторы, делегаторы заделегировали, как бы, собственных монет 181 миллион. Вот он. Им, им добавили, делегировали свои монеты пользователи 983 миллиона. То есть, получается, в совокупности, в совокупности, 1 миллиард, 1 миллиард 164 миллиона 760 тысяч. И, фактически, вот эти вот застейканные монеты, на них начисляется тоже суммарный пассивный доход 432 тысячи монет. То есть, именно кто, кто добавил свои монеты, именно вот делегировал их сюда. Вот. Так что здесь тоже идет процесс. Так, и возвращаемся сюда к монете Ultron. Так, 8, да, более 8 миллионов транзакций. Почему многие выбирают именно блокчейн Ultron? Потому что качественный блокчейн должен быть быстрым. То есть, скорость транзакций менее одной секунды. Потому что, например, там приложение Load Today или приложение FlipMe, в котором планируется огромное количество транзакций делать. Как я слышал такое объяснение, что данный блокчейн построен по такой технологии, что чем больше будет пользователей, тем быстрее он будет работать. В старых блокчейнах там, наоборот, чем больше пользователей, тем больше он начинает тормозить. То есть, он просто уже не справляется с тем количеством транзакций. А этот блокчейн, он так построен, что именно он работает даже быстрее. Он энергетически эффективен. То есть, не требуется больших затрат на каждую транзакцию. Стоимость комиссии очень низкая. Потому что я помню времена, когда эфир был очень дорогим. Там доходил, приближался к пяти тысячам. И чтобы сделать, например, какую-то транзакцию в эфире, надо было комиссию заплатить 20 долларов. Минимальная комиссия была. И, конечно, это было очень невыгодно, что тебе надо сделать там заплатить 10 долларов, а комиссию ты заплатишь 20. То есть, ну просто теряется смысл в такой операции. Вот они. Staking Hub, кстати, по поводу именно доходности. Здесь есть калькулятор, на котором можно выбрать, например, желаемый пакет. То есть, выбираем пакет, например, за пять тысяч. И с помощью ползунков вот так вот регулируем и смотрим, какую доходность мы получим. Если мы все ползунки сдвигаем вправо, то это будет означать именно доходность 310% за пять лет. То есть, это будет максимальная доходность. Если мы, например, 4 года у нас будет работать автостейкинг, работать сложный процент, а 1 год мы убираем. У нас тогда получается, доходность немножко снижается, 301%. Дальше, значит, потом 3 года. 3 года у нас работает автостейкинг, 2 года не работает, да, 282%. 2 года работает автостейкинг, 3 года отключен, 246%. Соответственно, 1 год работает автостейкинг, 4 года не работает, 178%. Ну, если вообще автостейкинг отключить и не включать, тогда за пять лет получается где-то 71%. Так что, какой вариант выбирать, тут решайте сами. Вы можете, опять же, поиграться вот с этим калькулятором, подвигать эти ползунки. Ничего особо сложного нет, то есть тут получается самый выгодный вариант держать автостейкинг как можно дольше включенным. Но тут, понятное дело, допустим, кто-то может сказать, а я хочу там прибыли регулярно выводить. И, например, я хочу там 3 года подержу автостейкинг включенным, потом отключу. Ну, такой вариант тоже присутствует. Так что, тут уже возможны разные варианты, как сделать лучше. Так, еще, друзья, какие вопросы по маркетингу? Сегодня мы получили более чем положенной информации. Я думаю, может быть, вечером тогда сделаем созвон. Уже Юрия, думаю, что не стоит ждать. Ну, хорошо. Алло, алло, Андрей. Да. Вопрос по поводу... Спрашивайте. Включите микрофон. Виталий, не слышно тебя. Вот сейчас слышно? Сейчас слышно. Если мой партнер купил гейминг-хаб и будет делать, получать на него свою прибыль, мне с этой прибыли какой-то процент будет отчисляться? Или разово по партнерке 10% получил при подключении и все? Ну, в маркетинге, насколько я вижу, не предусмотрено такого именно дохода от дохода. Есть матчинг-бонус. Матчинг-бонус выплачивает не с пассивного дохода на пакет, а именно с бинара. То есть, твои партнеры, например, твой партнер что-то там заработал по бинару, там, например, 100 долларов, а ты получаешь 5% от его дохода по бинару. Ясно. Еще момент по поводу 30%, которые переводятся в монеты, в монеты ультрон. Если у него нет стейкинг-хаба пакета, то есть у него где-то отдельно формируется пакет? Виталий, можешь в другую комнату выйти? Там ребенок очень шумит. Тяжело слушать. Если у него нет пакета стейкинг-хаба, прибыль делится 70% USDT, 30% в ультроне. Формируется где-то отдельно у него пакет, который будет тоже получаться, на него будет стейкинг работать? Или эти монеты со временем тоже можно вывести? Ну, ты так спрашиваешь, как будто ты ни разу их не видел. У тебя же есть бонусный хаб, заходи, там все увидишь. 30% твоего дохода сконвертировано в ультроны и находятся на бонусном хабе. Это все в разделе My Hubs. Я спрашиваю за партнера. У него нет стейкинг-хаба. И вот эти 30%, которые в монетах будут ему делиться, у него будет формироваться отдельный какой-то... У него также появится бонусный хаб. Неважно, есть у него стейкинг-хаб или нет. Как только человеку пришла первая прибыль, то есть он по партнерке начал продвигать, все, там заработал первые доллары, все, 70% он получил в USDT, 30% он получил в ультроне на бонусный хаб, все. Неважно, брал он за свои деньги стейкинг-хаб или нет. И на него тоже будет каждый день стейкинг-хаб или нет? Ну, ты опять спрашиваешь, как будто у тебя нет этого хаба. У тебя же есть хаб. Ты не заходишь, что ли, туда, не проверяешь ничего? Зайди и посмотри. Уж, как говорится, в собственном кабинете можно кнопочки потыкать. И ты увидишь, что у тебя на бонусном хабе есть там прибыль. Каждый день. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Друзья, для, опять же, вот, ну, будьте хотя бы, как говорится, ради эксперимента, зайдите в кабинет, потыкайте, там разные разделы, там, да, кабинет, как сказать, много разных разделов. Я понимаю, что английского многие не знают, ну, так включите в браузер и переводчик, там вам все переведут, все объяснят. Знаете, я довелось мне еще в школе, когда учился, проходил практику на деревообрабатывающем заводе, вот, работал на деревообрабатывающем станке, и там висел такой советский плакат. Изучай станок, на котором работаешь, вот, мне это запомнилось на всю жизнь, там, много лет прошло, да, то есть, вот, для нас, например, кабинет, это инструмент, которым мы пользуемся и вообще-то на котором деньги зарабатываем, да, так изучайте. Там, если что-то непонятно, окей, спрашивайте, для этого мы и делаем созвоны, тут никакого криминала там в этом нет, это нормальный процесс, мы все учимся, но полезно, знаете, иногда ради любопытства потыкать в какие-то разделы, посмотреть. Единственное, да, друзья, не совершайте ошибок, там есть такой раздел именно настройки безопасности, а то вон некоторые дотыкались, короче, в настройках безопасности можно нажать и включить себе эту, как она называется, аутентификацию на входе в кабинет, и, ну, мне вот, например, нисколько не мешает, там есть аутентификация на почту, когда хочу зайти в кабинет, я на почту имейл с кодом приходит, мне вот это не мешает, это считанные секунды занимает, но некоторым мешает, но если вы эту функцию включите, отключить потом сможете только уже через техподдержку, там придется писать, обращаться и так далее, вот если не хотите этого, ну и не тыкаете тогда вот в эти кнопочки. Так что, с одной стороны, именно из любопытства полезно, там, поизучать кабинет, потыкать разные разделы, но вот эти кнопочки безопасности, да, лучше, как говорится, тыкайте вместе с вашим вышестоящим. Так, ну что, друзья, мы уже общаемся два часа, то есть, наверное, наверное, действительно, Юрий еще в дороге, Юрий еще в дороге, и, соответственно, соответственно, сегодня следите за анонсами, будет именно информация, будет информация по поводу... Давайте я выложу ролик, кто еще не видел, вчера днем было выступление директора по продажам домена Видергара, вот я ссылку посылаю, кто еще не видел, посмотрите, в принципе, там домен, домен, короче, поделился текущими новостями, и, возможно, мы что-то узнаем сегодня еще на вебинаре. Хорошо, друзья, спасибо всем, кто зашел на огонек, Татьяна, которая сегодня выиграла пакет, поздравляю, Константин, тогда собери там, пожалуйста, все необходимые данные, передай Юрию, вот, хорошо, всем, всем хорошего дня, пока-пока. Светлана, Светлана выиграла, не как я. А, Светлана, да, окей, извиняюсь. Спасибо большое. Пожалуйста, всем пока. Продолжение следует...